где наш байк а вот же он там какие-то еще пещеры youtube не болей пожалуйста выздоравливая побыстрее ты готов показывать дом да друзья мы приехали в таиланд мы сейчас да не хотим показать вам где мы собственно говоря заселились дима будем жить здесь сразу из окна у нас виднен бассейн он по всему дому протекает окей заходим что там у тебя они колесик да я собрал машинку такой проблеме мама немножко помогал да и папа помогал да где у нас бассейн ты знаешь окей да не я взял тебя на руки погнали слишком уж больно жарко поэтому мы пойдем пешочком а я а я да не держу на руках в общем у нас вот такой здесь есть смотрите вот такой громадный дом мы в него заселились да а вот там наш двор сейчас пойдем двор да покажем ты увидел корабль ну давай иди на палубу за штурвал далеко не плыви пока пока ты капитан джек все она плавался пойдем дальше вот какой тут бассейн прикольный такой там есть горки разные там вот одна горка там 2 горка прикольная а из такого корабля из пушек льется вода там какие-то еще пещеры здесь люди лежат отдыхают данечка у нас немножко приболел и милана приболела горло что у них были поэтому мы еще пока в этом бассейне даже не купались поэтому мы еще успеем покупаться вот эта горка классная прям из корабля пойдем дальше что-то смотреть что еще у нас есть мы сейчас зайдем здание посмотрим что внутри здесь там есть форзал там есть детская комната пошли это кажется не наш этаж а наш пятый да мы приехали сюда выходим я детская комната как нет вот здесь у нас детская комната есть конечно мало что есть но есть хотя бы домики есть какой-то бассейн вон там детки играют есть какие-то игрушки да да а ты уже раздеваешься ты хочешь пойти поиграть о-оу окей даня сейчас поиграет и мы идем дальше даня можно к тебе в дом зайти а что у тебя есть какая-то скалка для чего она пельмени лепить что ли амням ну да понятно как дела давай пять молодец все спокойной ночи ну все даня пошел спать мы находимся в городе паттайя это вот вид из детской площадки где-то анюшка играет вот там уже начинается море мы недалеко живем где-то минут десять до моря нам еще на море не купались пока еще немножко болеем пойдем теперь домой квартиру наш смотреть где наша квартира пойдем квартиру покажем там милана и мама дома очень жарко да вообще прям печет так мы кстати уже арендовали байк сейчас вам покажем наш такой мини мотоцикл на котором мы иногда ездим а еще хотим взять машину на байк все равно далеко не уедешь и где-то здесь поблизости можно покататься а на машине куда-то далеко можно и поехать прокатиться где наш байк а вот же он вот это наш байк вот это наш байк такого беленького цвета у меня правда сейчас включение тут не включи дома ну в общем мы здание уже на нем ездили да да не тебе нравится а нянь в общем вот такой мы взяли байк ну чё давай заходить к нам иди пока он показывает что у нас дома проходить там домой там вон милана сидит няня няня сидит что делает няня что ты делаешь твоя собачка я у нас мультики смотрит какие-то непонятно это даже не мультики какая-то игра что ли понятно вы немножко уже наверное могли видеть с предыдущего видео эту квартиру когда мы снимали о проблемах ютюба сегодня мы кстати еще об этом поговорим здесь у нас кухня вот такая тут собственно говоря у нас мама готовит здесь все есть необходимое там плита микроволновка да не любите часто играть почему-то туда ложит свои игрушки и греет их там и здесь у нас холодильник здесь у нас бананы кстати тайские бананы очень прикольный это мини бананы они очень сладкий даняна вам хочет показать что у нас холодильнике да мы там уже закупили продукты но у маме как не просто надо нажать и она открывается здесь у нас вторая спальня здесь в общем я практически сижу здесь компьютер кровать здесь у нас еще один туалет или ванная комната такая вот везде душевые короче мы находимся в городе паттайи и ты чё такой обиженный что случилось ты решил просто обидится на всех да и тебе как хочешь ну ты даешь давай 5 под интересно тебя вообще можно теперь на ютюбе снимать как ты думаешь ну да никто не знает даже сам youtube здесь мы будем обедать тут наш стол вот данина комната здесь да не спит да и няня да у меня не тоже тут тоже спальня что папа папа там да и и здесь еще одна ванная комната здесь душевая кабина короче такая небольшая квартирка нормальная вот сап и приборит ты решил побегать да не кстати уже полегче да не немножко выздоровел а вот милана еще продолжает болеть мне еще горлышко побаливает поэтому мы еще пока не можем сходить не бассейн не на море никуда-то еще да мы уже показали там даже моряк стоит вот с этим морякам и не показали пираты это пиратов а пойдемте выйдем на балкон где наш балкон вот наш балкон здесь у нас стирка идет мама что-то тут стирает такие стулья тут в общем наш двор а здесь можно машину оставлять там можно байки оставлять эй парень что-то тут решил выйти на улицу смотри не плюхнись на конечно я понимаю что там сразу бассейн но пока ты еще плавать не можешь ну да приятель поэтому давай осторожней давай по обратно выходить такой опасный балкон лучше тебе сюда не это стирает стирального окей летел окей теперь про youtube как вы знаете мы записали предыдущий ролик нам даже пришлось прерывать предыдущие наши ролики из поездки в италии потому что вот такая плохая новость пришла и мы решили с вами со всеми поделиться и то что фанни-фэмили гейм стиви у нас практически канал уже закрыт мы не имеем права больше на него выкладывать вообще ролики поэтому там видео больше не будет выходить и это не шутки это на самом деле так что касается этого канала отключили везде монетизацию мы не имеем права с этих роликов зарабатывать как вы знаете каждый ютюбер зарабатывает со своих видео и это абсолютно нормально к этому нужно нормально относиться но к сожалению есть такие комментарии которые допустим вот здесь пишут что вы зарабатываете на детях и это плохо и так далее друзья мои я знаете что хочу сказать этим людям что зарабатывать на детях многие если об этом говорить зарабатывают детские праздники организовывать зарабатывают как и игрушки продают зарабатывают когда делают какие то всяческие подарки для детей и так далее так далее на этом тоже зарабатывает мы же мисс зарабатываем на детях мы создаем детский контент а какую уж рекламу показывает youtube мы не знаем точно потому что рекламодатели сами закупают рекламу мы к этому отношения никакого не имеем но почему-то у нас это воспринимается как какая-то негативная точка зрения, что этого делать нельзя, это совершенно плохо. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что мы не снимаем какой-то трэш, мы снимаем семейные наши влоги, по сути, как мы проводим время с детьми, как мы играем с ними, как мы куда-то ходим. Что в этом плохого? Почему в этом люди, некоторые видят что-то плохое и что-то злостное, что-то прям какое-то негативное? Мы стараемся путешествовать с детьми, посещать какие-то интересные места, интересные вещи, которые стараемся выкладывать на нашем канале почему-то некоторые люди воспринимают это как какой-то негатив что это плохо и так далее что творится на ютюбе сейчас данный момент вообще об этом говорят многие об этом говорят очень крупные зарубежные каналы такие же семейные которые снимают влоги игры с детьми об этом сказал уже знаменитый блогер самый знаменитый в мире на ютюбе пьюди бай у него более 58 миллионов подписчиков он также говорит об этой проблеме об монетизации о том что youtube отключает какие-то каналы где на самом деле есть нормальные видео об этом говорят уже многие русскоязычные блогеры и так далее проблема это есть youtube начал бороться с детским контентом и затронул тот контент который совершенно безобидный да он никакого вреда не несет он предназначен для семейного просмотра его могут посмотреть и взрослые его могут посмотреть и дети там нету какого-то треша там нету каких-то ругательных слов и так далее там обыкновенный детский контент который предназначен как для детей так и для взрослых но youtube посчитал почему-то что это плохой контент и не разрешает его снимать пока я не знаю пока конечно эта проблема существует мы будем смотреть и наблюдать за этим ведем также как я ранее говорил переписку с менеджерами что они нам скажут я пока не знаю ждем результата от них могу есть что дополнить есть я так понимаю что youtube когда блокирует блокирует не человек блокирует робот да и конечно блокирует все без разбора то есть хотелось бы хотя бы чтобы да какие-то были правила которые можно следовать или чтобы этот человек мог посмотреть и сказать что в твоем видео не так почему заблокировали определенное видео мы не понимаем вообще к примеру youtube удалил один из наших роликов где мы играли в игру семейную guess out она продается практически в любом детском магазине и если мы сейчас зайдем на youtube и ведем просто название этой игры либо челлендж газ out и мы увидим огромное количество каналов которые играли в эту игру играет мне взрослые играть не и дети играть не и какие-то семьи но youtube это не удаляет youtube я в принципе согласен что ты это не удаляешь это правильно но youtube почему ты удалил именно наш ролик с этой игрой где нет никаких оскорблений где нет никаких нарушающих правил сообществе youtube но youtube посчитал что этот ролик плохой и взял его удалил youtube в чем проблема твоя почему ты болеешь лечись давай видео полностью соответствует всем правилам сообщества youtube а мира то есть абсолютно доступно и приятно для просмотра абсолютно всем детям взрослым и так далее но его блокируют то есть хотелось бы наверное понимание больше это больше обращение к ютубу я не знаю что сказать но мне кажется что нельзя так просто все чистить да и поступать согласен также хотелось бы сказать огромное спасибо нашим подписчикам и просто зрителям которые поддержали нас в прошлом видео и написали все мысли по поводу того что они думают про эту ситуацию с youtube друзья мы все прочитали ваши комментарии спасибо что вы нас поддерживаете я надеюсь что все таки справедливость восторжествует мы дальше продолжим делать то что мы делаем и радовать вас нашими видео и оставаться с вами на связи мы верим в лучшее ну а вам огромное спасибо вы самые лучшие без разбора просто вот так вот все рубится как топором и непонятно и хорошее и плохое понятно нужно чистить понятно нужно убирать какие-то плохие вещи но нужно это делать это делает робот который конечно просто все вперед и под одну гребенку так где есть дети наверно там и он все закрывает но мы не знаем мы не владеем точной информации нам остается только ждать и наблюдать что будет дальше мы надеемся что вылечиться youtube не болей пожалуйста выздоравливая побыстрее мы ждем от тебя хороших новостей ты так кричал что нужно подавился кстати друзья еще видео с италии которые мы не опубликовали они скоро появятся на нашем канале поэтому обязательно их посмотрите пришлось их прервать так как вот появились такие экстренные новости я думаю что мы их позже обязательно выложим как мы побывали в риме как мы побывали в неаполе какие мы там места пасть посетили я думаю что это все будет на канале но пока вот такие были новости вот такой был рум-тур по нашей квартире в таиланде мы уже здесь и будем ждать новости от youtube а что нам скажет ну а с вами сегодня был канал в общем друзья подписывайтесь наш канал пока он еще как бы есть пока его youtube еще не удалил я надеюсь он дальше будет продолжать жить всем удачи всем интересно так можно делать а теперь на ютюбе